вот солнышко виднеется приближаемся к парку победы впереди улица комарова и вот перейдем дорогу будет парк и вот мы подошли к улице комарова здесь вот такие тумбы стоят аллея победы на улице первомайской с этой стороны по башкирски написано в этом году здесь должны установить стеллу уфа город трудовой доблести должна она будет находиться вот на этом месте должна быть стелла переходим дорогу идем в парк победы переходим такая арка звезда центральный вход в парк победы тоже тумбы здесь на русскому на башкирском военная техника дальше здесь идет впереди дальше вечный огонь там музей боевой славы это памятник труженикам тыла с этой стороны местность как севастополь и сапун гора ну или сапун гора как здесь вообще парк победы схожесть есть сколько человек пропало сколько погибло из разных районов башкирии все имена и фамилии там дальше герой советского союза перечислено и у и и и и и и Продолжение следует... И вот здесь главная центральная аллея, которая выходит к Вечному Огню и к памятнику. Памятник Александру Матросову и Менигари Губайдулину и Вечный Огонь. Памятник Александру Матросову и Менигари Губайдулину. Памятник Александру Матросову и Менигари Губайдулину. Солнечные батареи поставили. И табличка к памятнику. А дальше идут смотровые площадки. Шикарные виды открываются на окрестности Уфы. Спустились отсюда по лестнице. С этой стороны березки растут. Ели. И вот здесь за деревьями долина. Сейчас мы дальше пройдем, там будет видно. камеры наблюдения. И вот они открываются виды на окрестности Уфы. Снизу река белая. Она еще во льду, конечно, заснеженная. Вот эта белая полоса. А дальше долина. Там дальше поселок Алексеевка. Ну и окружающие, ближайшие поселки, села и деревни. Вот вдали виднеется основная часть Уфы. Там вот еще дальше этот центр. А это вот река белая. И дальше долина. Закат скоро будет. Вот такие отсюда из Парка Победы открываются виды. Шикарные. И здесь вот такой вот склон сразу крутой. Лес. Дальше река. Ну а дальше долина. Красота. Такой скворечник в виде домика на березке. И дальше спуск. Парк продолжается. Спускаемся ниже. Нас сопровождают шикарные виды. С этой стороны и березки, и хвойные деревья. И дальше будет площадка. Там будет памятник подводной лодке. Рубка. И информация о флотах, которые есть в России. С этой стороны такая скамеечка длинная полукругом на смотровой площадке. Такая стелла. Указатели до разных городов. К ним еще подойдем. Сейчас пока глянем в эту сторону. Здесь вот частный сектор дальше идет. Река Белая. Там вот часть безо льда. В районе очистных сооружений. И дальше идут заводы. Нефтеперерабатывающие. Вон они виднеются. Дальше туда город Благовещенск. Совсем недалеко от Уфы находится. И так вот стелла. Указатели до городов. Несколько лет назад я уже здесь снимал. Вот видно. До Севастополя 2480 километров. Новороссийска 2149. Астрахани 1429 километров. Североморск. До Североморска 2820 километров. До Питера, Санкт-Петербург 2044 километра. Петропавловск-Камчатский 6087 километров. Калининград 2603. Такие указатели. Владивосток 7778 километров. Далеко. У них вот закат скоро будет. Сейчас солнце за тучки зашло. Уже можно сказать закат. И здесь вот в Парке Победы. О всех российских флотах написано. Региональная общественная организация морского собрания Республики Башкортостан. Установила все это. Северный флот. Балтийский флот. Черноморский флот. Севастополь. Тихоокеанский флот. С нами Бог и Андреевский флаг. В Башкирии многие служили на флотах. Вот они. По их инициативе все это сделано здесь. Столица Башкирии. Уфе. Там дальше. Стадион Нефтяник идет. Дежневская лестница вниз. Сюда к реке Гвелый. Вот рубка. Подводной лодки. И здесь вот еще. Информация о Каспийской флотилии. Ну а там бассейн. Плавательный комплекс. Стадион. Спортивные секции. Стадион Нефтяник. Такая небольшая прогулочка. Сегодня 17 марта 2021 года. В Черняковке. В Уфе. В парке Победа. В Уфе. В Уфе. Госп물. С 몰라ıyки. Гриней.